Всем привет, друзья! Как у вас дела? У меня дела замечательные. Я сейчас еду, прикиньте, сама за рулем на закуп. За закупом, точнее. Вот. Сегодня надела вот это платье, которое у меня висело тоже. Я его не носила, но оно так круто смотрится. Я сейчас еще надену черные туфли и вообще будет бомбически. С загаром. Очень классное такое. Оно, знаете, как кузнечик. То есть сзади здесь. Вот так. И так как у меня нет ни укладки, ничего. Волосы после моря просто в ужаснейшем состоянии. Поэтому я решила надеть кепочку, поеду в ней. И нужно будет, да, прям срочно найти салон. Точнее записаться и пойти уже все, привести себя полностью в порядок. Так что погнали за закупом. Дома шаром покати. Нету ничего абсолютно. Будет такой вот большущий закупочек. Видите, даже руки загорелые. Ну что, я уже села в машину. Вот такой сегодня. Будет у меня тест-драйв, скажем так. Я вот в этих туфельках. У них тоже нормально. Я не надеваю прям вообще шпильки какие-то, каблуки. Я их по сути-то и не ношу. Вот. Ну, вроде бы удобно села. Что, нормально я доехала. Сейчас уже начала делать закупочку. И что хотела сказать. Что на доставках, да, все прикольно. Но все-таки иногда хочется вот так вот по магазинам пройтись. Периодами, короче, наклонывает. Кто хочется дома сидеть, никуда не ходить, то вообще абсолютно спокойно можно куда-то поехать. Но сегодня я вообще не планировала из дома выходить. У меня по списку дела не было закупа. А потом я такая подумала, хочется поводить. А просто кто поводить, неохота. А что это с 23 февраля? Открытка здесь. Хотя 23 февраля уже прошло. Я их даже не поняла я сначала. Мне это супер вело с 8 марта. А, это распродажа. Они устроились, а то, что не распродали. Я такая думаю, блин, сейчас лето, мы вернулись только с моря. Какая, какая дима. Вы что? И знаете, у меня такая произошла вещь, что я не знаю, что я ела до того, как улетела на море. Даже не знаю, с чем это связано. Ну, понятно, с чем это связано. Забыла просто, что я ела каждый день. И ем теперь все подряд. Но это один-два дня. Мне нужно, чтобы восстановиться. Да, обалдеваю, конечно. От загара. И непривычно, кстати, ходить в Москве в открытые обуви, в босоножках. Потому что здесь не так уж и жарко. И я всегда ходила в кроссовках. Пока еще до овощей я не дошла. Но в этот раз решила взять помидорки вот такие. Потому что Каролина что-то говорит, а что ты не купила мои любимые помидоры? Я говорю, так, сезон свежих овощей вообще-то. Накидала все такое базовое, пока что стандартное. Народу, как вы видите, не очень много. Но, кстати, я заметила, я, получается, сколько? Недели две-три, наверное, не закупалась. По ценам я заметила, что цены поднялись. Причем они поднимаются постоянно, постоянно. На все, абсолютно. Я вообще, блин, такая черная, капец, себя не узнаю. Нужно макияж начать делать. Просто вот эти первые пару дней после отдыха мне хотелось отдохнуть абсолютно от всего. И прикиньте, сегодня я над чем расстроилась. Короче, у меня пришел перевод на мою валютную карточку. Те, кто не в курсе, теперь у Тинькова, по крайней мере, есть эти комиссии за просто хранение денег на счету. Ну, это фиксим. Там хотя бы лимит какой-то был, и его увеличили. Но теперь на все входящие, оказывается, переводы 16-го числа. 200 баксов – это минимум будет комиссия. Ко мне пришло два перевода, чтобы вы понимали. 400 баксов улетело просто в трубу. Я вообще просто в шоке была. И причем, что самое интересное, других-то вариантов особо сейчас вообще нет. Как что да как сделать. Короче, не знаю. Жалко стало. Если бы я это знала пораньше, а не в отпуске, пока я была, то, может быть, можно было бы и сбежать. Блин, на 400 баксов я могла бы купить себе сумочку вообще охрененную какую-нибудь на лето. Вот реально жалко на вот такие вот всякие вещи. При том, что сумма-то была небольшая. Там и сказано, что сумма комиссии будет минимум 200 баксов. Даже если вы переводите, короче, там небольшую сумму. Но комиссия не может быть больше переведенной суммы. То есть я так понимаю, если вам переводят там 300, то все равно 200, что ли, снимут за перевод. Прикиньте. Фруктиков прям так захотелось. Я, короче, взяла очень много черешенки. Я надеюсь, что она будет вкусная. Вообще хотела бы вишню взять, но она какая-то вся несвеженькая прям вообще. Хотя вот здесь вроде можно было бы что-то набрать. Но лень что-либо набирать. Хочется, чтобы сразу все было готовое. Кстати, не знаю, заметили вы или нет, но я вообще перестала ходить в фикс-прайс. Вообще, абсолютно. Раньше у меня прям была такая мания пойти посмотреть, что там новенького. Ну и плюс потому, что у меня была такая рубрика. А сейчас ее нет, я ее закрыла. Поэтому смысла мне туда вообще не отходить. И даже как-то желания нет по таким местам теперь ходить. Ну, как-то и спрос на фикс-прайс уже пропал. И как-то нет. Может быть, у вас тоже такое было. Потому что раньше, например, все там что-то для дома, какие-то фигнюшечки хотела постоянно что-то обновить. Сейчас уж такого нет. Ну что, закупочка готова. Сейчас приеду домой, покажу, как обычно. Кто соскучился по закупочке, поставьте лайк к этому видео, чтобы она чаще, эта рубрика выходила. Смотрите, убрали абсолютно все эти экраны, которые были защитные от короны. Три сумки вышло. Три сумки, да, на 10 тысяч рублей. А закупочка, я бы не сказала, что я что-то взяла там супер, то, что сделала бы чек. Просто вот стандартная закупка, которая раньше выходила плюс-минус на 7-8 тысяч, теперь она выходит на 10 косарей. Это минимально. Это при том, что здесь нет таких продуктов, которые, я считаю, достаточно дорогие. Это какие-то дорогие колбасы, например. Это красная рыба, это красная икра. Это морепродукты, например, там креветки. То, что вот мы любим такое. Ну что, давайте разберу закупочку. Давно не было закупа. Взяла туалетную бумагу. Была по акции, увидела, ну, думаю, да закину. Лишней она не бывает. Так, это замороженные овощи. Просто когда не хочется ничего резать, там, короче, смесь овощная. Там на супчики, на какие-нибудь жаркое, что-нибудь такое. Так, это я взяла себе в комнату влажные салфетки, чтобы делать уборку там на туалетной стольке, что-то. Вот, ну, чаще всего бывает нам что-то где-то подтереть. Обычные влажные салфетки. Это влажные салфетки хозяйственные для уборки. И они, как правило, на кухне чаще всего пригождаются. Так, что еще взяла? Сок, любимый Каролинин. Сок взяла. Ну, апельсиновая манго. Мы с ней любим. Просто я реже сейчас пью такие вещи. Помидорки. Были мелкие, такие вот прям маленькие. И я думаю, что будут вкусные. И офигенно дорогой перец. Ну, прям захотелось мне зеленого перчика. Ради одного перца ехать на Фудсиси. Фудсиси это овощная база. Очень огромная. Туда ехать. Туда заезжать. Там столько народу. Там это. То есть я думаю, господи, не столько уж много перца нужно будет, чтобы выдерживать такие муки. Туда ехать. Поэтому взяла в глобусе. И еще взяла снова алычок. Прям с солью. Иногда прям охота. Прям алычу. Это турецкая, кстати, алыча. Кстати, напишите уже в комментариях, вы как вообще алычу едите и с чем. Потому что кроме как с солью ее зеленой есть, я даже не знаю. Ну, варенье можно еще сварить. Так, здесь хлеб, значит, колбаса. Глобусовская самая обычная колбаса. Также взяла пепси. Это идет без сахара. Ноль калорий. Подсолнечное масло. И свежие баклажаны. Так как я взяла перец, сразу взяла еще и баклажаны. Потому что перец жареный с баклажанами по-корейски. Это очень мега вкусно. И даже можно без мяса это есть. Значит, меньше калорий. Уксусная кислота и уксус яблочный. Это всегда дома у корейцев есть. Ну, насчет яблочного сомневаюсь. Но насчет обычного уксуса это точно. Следующее. Я взяла йогурты. Ну, на завтрак, допустим, поесть или просто перекусик вечером, когда сериал, допустим, я смотрю. Либо, когда чаще всего бывает, что я, допустим, утром рано, когда в 7 утра я иду на тренировку, просыпаюсь. В это время еще кушать не так сильно хочется. Но если я иду на силовую тренировку, кушать все равно нужно. Иначе я тренировку не вывезу. Поэтому я что-нибудь такое ем. То есть йогурт. Может быть, банан съем. Лист салата. Зеленушечки в последнее время очень хочется. Потому что, ну, понятное дело, лето. Там вот это вот все. Витамины хочется есть. Я очень рада, кстати, что приучаю себя к фруктам. Потому что у меня была такая проблема. Я всегда фрукты покупала. Но мне некогда было их есть. То есть я не знала, куда их включить. Либо как десерт есть, либо просто вместо, да, допустим, утром я знаю, что многие едят ягоды там и все, типа. Но для меня это мало. Ну, и стараюсь, короче, есть иногда фрукты. Еще хлеб. Лук. Зеленый. Прямо видите, очень много взяла. Опять же таки, кореец без риса. Это не кореец. Поэтому я взяла две пачки риса. Также взяла гречку в пакетиках. Это очень удобно, чтобы отваривать там порцию, две. Морковь. Потому что плов мы, ну, стабильно раз в 10 дней где-то плов готовим. Это бездрожжевой, бродинский ржан, пшеничный, кориандр, заварной формат. Хлеб. Так, и еще была редисочка, вроде бы нормальная. Поэтому я решила взять две упаковки. Может быть, даже не салатные сделать, а может, опять чемчика ты сделаешь. С ботой. Да. Да? Фарш, говядина, свинина, перемешку и лук. Лук почему-то в последнее время начали брать фиолетовый, я не знаю. Ну, красный, точнее, называется этот лук. Также взяла картошку. Бананы. Каролина тоже хорошо ест бананчики. Огурцы, луховицкие, наконец-то, сейчас пошли. Вот, которые свеженькие, они прям хрустящие, их можно просто отъесть. Они почти никогда не горчат. Так, это горошек зеленый. У нас, прикиньте, дома даже закончились яйца. Поэтому я взяла сразу трясаток, все два. Да, вторая категория. И смотрите, что взяла. Короче, перец сразу побольше взяла. Обычно беру там две вот такие маленькие упаковки. Я тут смотрю, одна большая. Поэтому надо взять перец острый всегда дома ездить. Это курица-гриль, точнее, бедра-гриль, чтобы вот сейчас вот вечерочком можно было поесть. Черешенку, конечно же, взяла побольше. Поесть, пока идет сезон. И вот таких булочек взяла всего две. То есть это московскую такую плюшку и вот такую с конфитюром бриоши руанские утром к чаю. Взяла еще вот такую сметану, первый раз президент, 30-ти процентную. Я не знаю, будет ли она как каймак или нет. Если не будет, то буду заказывать там, где я обычно заказываю. Это пакеты фасолочные. Еще йогурт и кукуруза. Вот это сладкая кукуруза идет. Десятенько тоже берем. Кстати, мы в Дубае кукурузой этой объелись. Она везде почти у них там. Ну, во многих, по крайней мере, блюдах. Молоко. Две упаковки ультрапастеризованного. Хороший кусочек такой вот прям мясистой говядины. Филейную часть взяла тоже на плов, если что. Ну, либо на супчик, посмотрим. Так, это чеснок. Обязательно нужно есть. Куриные крылья. Уже хотела прям, знаете, под конец, для невозможности. Просто тупо домашней еды. Это вообще трэш. Там они один раз дали луковый суп. По сути, это, знаете, вы просто вы берете посолочное масло, жарите лук и добавляете воду. Все. Как основа под суп. Но суп потом ты решил не готовить. Или тебя прервали, вот что-то такое. Лимон с чаем, чтобы попить. Это у нас сливочное масло. Я еще взяла несколько. Вот здесь, где я, конечно, не вижу. А, вот. То есть, получается, парочку вот таких срочков взяла. Они, правда, раздавились. Попробуйте. И постилки. Они относятся к категории правильного питания. Вот. Здесь яблочные, вишня и сливовые. Но самые вкусные сливовые или вишневые, потому что они кисленькие. А яблочные, они просто тупо как бы яблоко и все. Также взяла куриное филе бедра. Филе всегда можно и в суп добавить, и просто так запечь. Очень-очень вкусно хозяйственную такие ножницы домой взяла. Они идут и для ткани, и для бумаги, и для картона. Это у нас томатная паста. Беру вот такую, потому что она всегда ярко-красного цвета. Очень хорошая. И вроде бы как вкусная. Так, и здесь у меня осталось, в принципе, немного. Это вот Каролина просила вот такие конфеточки взять. Увидела у нее в сумке и тоже захотел. Нут. Это для плова. Кстати, вот что мне понравилось, это то, что в Дубае был такой нут, прям как узбекский. Знаете, вот такого прям размера. Это салфетки у нас идут для сумочки, для рук антисептические. И последний это кефир. В принципе, как вы видите, все достаточно стандартно, базово. Нет ничего каких-то каких-то, ну, таких вот продуктов. Но картина протестовая, она подорожала это 100%. Вот. Так что вот такой был закуп у нас с вами сегодня. Очень мне нравится, как смотрится мой загар. Но, правда, видите, вот есть вот эти полосочки от лямок. Вот, причем загорела я по тому купальнику, когда я вышла после обеда всего лишь на час, на пляж, во время заката. И то было в основное время в рубашке. То есть загорела вот так вот. Заклон пакости. Как не старайся, что там, все равно хоть раз, если выйдешь с лямками, все капец. Сейчас присела планировать. Я каждый раз, когда на себя смотрю, вот сейчас на фоне белой мебели, прям вообще, капец, какая-то ужас какая-то черная. И я, кстати, писала пост о том, что раньше в детстве я вообще себя такой черной не воспринимала, то есть мне не нравилось. И я мечтала всегда, ну, чтобы изобрели средства, которые вот, чтобы вообще человек не загорал, чтобы он был бледный. Но, к сожалению, пока что таких средств нет, чтобы прям вообще не загорать, чтобы загар вообще никак не ложился. Такого просто пока что нет. И мне даже интересно было бы, как бы я сейчас выглядела уже во взрослом возрасте, но при этом загорев такой же черной, как я была в детстве. В детстве я была вот сейчас, это, можно сказать, я процентов, ну, может быть, на 50 загорела. Я была вообще черная. Капец. В общем, села, короче, планировать свою неделю и вообще в целом я всегда веду свой ежедневник. И вот такие, кстати, ежедневники я веду уже на протяжении нескольких лет, постоянно их покупаю в Корее. И последний раз Вика мне привезла, получается, из Кореи, потому что из-за пандемии я в Корею не летала. Привезла мне парочку, я говорю, один, наверное, я, ну, типа, может быть, его подарю кому-нибудь. А потом такая, думаю, нет, год быстро пройдет и оставлю-ка себе два. И вот уже скоро год проходит, как вот этот ежедневник. У меня, видите, капец, вот, все это исписано. Очень быстро время летит, на самом деле. Я без ежедневника я не могу. То есть у меня такое ощущение, как будто бы я не контролирую ситуацию. Поэтому я всегда все записываю, чтобы у меня в голове это все не лежало, не торчало. Я вот думаю, мне стоит идти на брови вообще сейчас или пока не стоит. Ну, в принципе, достаточно сладкая такая черешенка. Я лычаю. Ну, она не совсем такая кислая, как хотелось бы, но кисленькая. Будем сейчас ужинать. Зелень, курочку-гриль, которую взяли. Ну что, буду на этом заканчивать этот влог. Сегодня я хотела вообще пойти на тренировку. С утра что-то проснулась, такая, думаю, неохота. Не пойду. Чуть приду в себя и уже потом войду в свою колею привычную. Так что обязательно ставьте палец вверх, кто скучал по рубрике закупа. И увидимся с вами уже в новом влоге. И, кстати, все какие-то моментики, которые во влоги не входят, как я уже не раз говорила, они выходят в телеграм-канале или в инстаграм. Так что подписывайтесь. Ссылочки всегда есть под каждым влогом. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok